приветствую насчет курчатости персика выписал по почте персик первые годы началась на пахна лалась курчатость а я в год посадки привил на свою сливу полметра от нее росла а так что что с магазина три года подряд покрывался этим волдырями пока благополучно не сдох от него черенок на себе был все это время чистыми листьями не единую пятнышко ну чё это интересное наблюдение думаю одна из причин курчатости персика это то что приводит на черте что какой-то доброжелатель специалисты насоветовали а нет извините по новому читаем неправильно думаю одна из причин курчатости персика это тоже приводит на черте что какие-то доброжелатели специалисты Но советую, что лучше приводит такой же. А вот тупо не подходит для персика. И соками травит его изнутри. Когда погиб на третий год персик купленный. Пошел рост вот подвой. Не знаю пока что. Но там какая-то дичь с иголками. По 4-5 сантиметров. А курчавость персика это как диатез. Наверное, как диатез у детей. Соки подвой не подходят. Вот и путь его распирает. Ой, дорогой Сергей. Тут все гораздо сложнее. Жаль, я не специалист в этом деле. Если бы жил на Украине, я бы уже разобрался. Мне пока... Вот я не отрицаю, что вы написали. Мой вариант. Изначально считаю, что персик обязательно заболеет. Начинается с профилактических опрышкиваний. Потом снова опрышкивание, опрышкивание, опрышкивание. И избежать курчавости все равно не удается. Но тут причина, скорее всего, другая. А вот ее еще нету. И если продолжать прыскать, прыскать, пока еще не зная диагноза, будет курчавость или нет, то, возможно, она появилась. Только потому, что вы опрышкивали, что искалечили почву. Полностью исчезли грибы от этих опрышек. Они полностью исчезли. Муравьи полностью исчезли. Черви. Ну, то есть прервалась цепочка пищевая. И, наконец, уничтожены бактерии. Без бактерий ничего не живет. Если мы возьмем уничтоженные бактерии, которые находятся в нашем организме, мы сразу умираем, тут же. До вечера не доживем. Если мы убираем, бактерии не будем. Потому что мы всего лишь... Вы хоть знаете или нет? А? Что человеческий организм – это сосудные бактерии. Для их жизни, да. Ну, вы же смиритесь с этим. Вы можете что угодно говорить, там, это самое... Значит... Мы можем говорить, например, стихами. Значит... Как мимолетное видение, как гений чистой красоты, любое сна красавица. А это сосудные бактерии. Они там живут, это их жизнь. На самом деле, мы и они существуем вместе, потому что мы симбионты. Причем мы существуем для них, а не для нас. Вот не надо никого выпячивать. Понимаете? Вот. А когда начинается борьба с теми же якобы грибами, грибы ни в чем не виноваты. Они на больные деревья нападают. Для того, чтобы начать утилизацию. А чтобы они... Утилизация – это виноваты мы в этом. Метвичину едят грибы. Они абсолютно безобидно сидят на дереве, потому что дерево уже частично мертвое. Вот поэтому они там и сидят, и жрут. И попробуем сначала. Мы с Валерием Александровичем другом поняли. Мои хасанцы у него, которые вот сейчас дружно вылезли, и пока еще не началась, еще не скурчалась. Может, начнется. Может, я не прав. Но он их не будет опрыскивать. С профилактической опрыскиванием в него. И будем надеяться, что она и не начнется. И вот тогда случится то самое чудо, что здесь же действует такой же закон, как для абрикоса, для слив, для вишен, для яблок, для груш, который я придумал. Опрыскивать от... Профилактической опрыскиванием от ядохимикатами, от якобы грибов, не только, что бесполезно и затратно, а опасно, смертельно, для дерева, для людей, для почвы, для всего вокруг. Никакого профилактической опрыскивания. Помните, о чем вебинар окончался? Смотрите. Вот этим кончился вебинар. Мне хотелось быть правым. Мне хотелось быть правым. Это будет наша будущая тема. Вот. Но вот этого мне хотелось бы избежать. Потом покажу, столько издевательств. Вот это видите? Саму жизнь убивает яд. Почему об этом не понимаете? Одел на мордик, чтобы это, не надышаться. И вынестиряя природу. Так, пойдем дальше. Доброго времени суток, Антон. Я уже вас запомнил. Это шутка ли? Благородный человек, который решил друг другу помочь. Там мы явно не справимся. 50 гектар, да. Эти тысячи, тысячи этих самых. Коррект неизвестно откуда. Татьяна Зыкова, добрый вечер. Кострома, Юрий брат, добрый вечер. Данила, привет. Елена Гречихина, добрый вечер. Татьяна, добрый вечер. Добра, Марина Ходина. О, Марина. Я думаю, как вам трудно там в этом Иркутске львется, и как вам трудно вырастить сад. Я вас уже начал жалеть все тогда, когда мне первый раз выписали хосточки. Всем здравия садоводам, пишет Николай. Татьяна, всем здравия, комсомольственное море. Кострома, Арсен, второе учителю. Привет, ученики. Так, ну вот видишь, Юра, брат, вот у тебя земляка рядом. Наталья, доброго времени, здравия. Бухтияров, всем привет, Казахстан. Я уже понял, вам там нелегко в Казахстане пришлось. Я буквально аж руками разорву. Мне так стыдно, что я ничем помочь не могу. У вас такие потери в Казахстане. Свинин, привет. Архангельск, Татьяна Зыкова. Хорошая загадка про машиниста на сообразие. Я машинист. Ну, правильно? Хорошая загадка. Ну, согласитесь, что был момент растерянности. Нет, согласитесь. А вот Горячихина. То есть, сколько лет машинисту, столько лет, сколько мальчик, который представил, что он машинист. И Елена на солнце. Кто эти две женщины? Мужики молсят. Женщинам легче представить и угадать. Потому что они машинистами не бывают. Поэтому, как бы, сама подсказка. Вот мальчикам, мужчинам труднее. Я проверял на взрослых мужиках. Поверьте, половину так и не поняли. Татьяна Затяна Анатольевна Кудасева. Здравия садоводам. Алифтина. Здравствуйте. Почему-то пропал звук. Жаль, как жалко. Владислав. Сыктывка, господин. Курсевер. Здравствуйте. Вопрос. Когда стоит снимать, стоит снимать привычную ленту? В конце июня? Или когда дадут 10-сантиметровый прирост? Есть периоды, которые только начали просыпаться. И все, которые дали 7-10-9 прирост. Значит, среднее время, это июль, снимать ленту. Но это вам решать, бывает, вы поверите, на июле, где-то, бывают недельные годы. Такие мышцы просто, что мне приходится уже втыкать коле еще заранее. Потому что только с ними прививку этот метровый саженец, это до середины лета уже вот такой, уже нарывит упасть, отломаться. А так, среднее июля, а дальше вы уже сами решаете. Четыре раза чуть позже. Юлия Мерникова. Юлия Сергеевна, привет. Я надеюсь, ты еще заметил. А, ты, ты, это, я тебя сразу позвонил. Мы тут все свои. А Юлия Сергеевна должна сдать всю страну. А это все, Сенька, ее. Это маленький гений. Школа вытравит из него все гениально, я вам обещаю. Вот, там нет задачи сделать ублюдение. Современная школьная учеба дебильна. В садиках, вот я всегда удивляюсь, детей учат так, как надо. Гениальная программа для детских садиков. Они развиваются. Приходит в школу, начинается заблажка. И отупение. Отупение, я вам приводил пример, в уроках биологии. Так жалко. Она мне передела детей, потому что школа больше времени занимается. Долбят, долбят этим, знаете, на самом деле. Так мне это все не нравится. А что я могу сделать? Вот Юлия Сергеевна, моя помощница, моя племянница. Это мой, я его называю внуком. А официально это мой крестный сын. Вот так, ребята. Это значит, этот парень, пока я жив, не пропадет. Вот, я надеюсь, что все-таки Евгения успею из него вырастить. Не, не я. Спасибо тебе за такого сына. Благодарю тебя, Юля. Ну, ладно, это мне навеяло то, что ты здесь поздоровалась с нами. Ольга, добрый вечер. Виктор, здравствуйте, друзья садоводы. У кого-нибудь есть книги Боднера? Хотелось бы размножить книги. Может, кто-то поможет решить вопрос. Я, Виктор, мне стыдно. Да, была книга. Мы же поменялись с книгами. Даже есть в фильме. А потом, как оно бывает? Ой, книгу дайте почитать. Я сейчас угадаю, у кого-то застряло. Есть такие люди. Я не помню. И не вернули, и все. Нет у меня книги Боднера. Теперь у кого есть? И точно знаю, при мне эту книгу купила, по-моему, рублей за 200 или за 300, купила Юлия Матвеева. Это, значит, Комск. Это сайт под названием, по-моему. О, память. Я вам рассказывал на вебинаре. Кто-то должен вспомнить ее координаты. А у меня так получилось. Вот спросите, телефона у меня давно нет уже ее. Вот. Потому что не перезваниваемся. Но есть сайт. Как его найти? Мама ее, Наталья Матвеева. Попробуйте, я сейчас не буду одно это делать. Попробуйте вот так вот. Вот раз в Яндекс набирайте Юлия Матвеева или Наталья Матвеева Омск и Толя Властелина. Ну, короче, у них есть этот, свой сайт или канал. Вот и они торгуют с аженцами. И именно у Юлия Матвеева есть книга Боднера. При мне ее она купила. Вот чем богат, тем сказал. Субтитры создавал DimaTorzok